Проект «Генеалогическое древо семьи» мы начали создавать еще со временем, когда я ходила в детский сад, но оно было менее подробно. Когда я подросла, мы начали более глубже изучать историю своих предков и создали генеалогическое древо, чтобы оно сохранилось и пополнялось с поколения в поколение. Прапрадеды этих детей служили у коронованных особ, видели революцию, защищали родину, великую отечественную. Генеалогическое древо Суворовых уходит корнями к началу 19 века и насчитывает десятки героических имен. На создание родословной семьи, в которой папа – полицейский, мама – медик и четверо ребятишек ушло полтора года. И на этом они не намерены останавливаться. Работа трудоемкая, признаются Суворовы, но очень увлекательная и полна неожиданных открытий. По маминой линии была прапрабабушка наша, она работала у царя, она в царской семье жила. Быт, то есть был на ней весь, на бабушке нашей, нашей прабабушке. Ей звали Пелагея, как Полина. В этом детском саду не только Суворовы, но и другие воспитанники изучили истории своих семей. Проект создания генеалогического древа стал одним из шести победителей конкурса фонда Александра Прокопьева. Родилась я в Желина и живу я в Желина. Я село свое люблю, а в селе свое пою. Детские сады смогут воплотить в жизнь свои проекты. Руководство всех учреждений давно решило, на что направить деньги. Век компьютерных технологий не обойтись без современной техники. Мы хотим приобрести ноутбук и фотовидеокамеру. Также принимаем участие во многих мероприятиях, которые в нашем селе. И чтобы это запечатлеть, обработать и хранить эту информацию для передачи дальнейшего поколения детям. С помощью новой техники в детском саду планируют не только реализовать собственные проекты, но также создавать и сохранять истории своих воспитанников, делая свой вклад в летопись села. За время существования проекта поддержку от Фонда социального содействия Александра Прокопьева получили детские сады шести районов края. Проект и дальше будет помогать сельским детским садам. Его работа продлится до 2020 года. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok